Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Вангар-Горск» Беляев Игорь Александрович. Игорь Александрович, позвольте поздравить вас с возрелищной и с красочной победой. Подведите итог сегодняшней встречи. Спасибо большое. Я же хочу от лица нашей команды, в лице нашей команды, поздравить президента с прошедшим днём рождения, пожелать ему здоровья, счастья ему и его семье. По матчу, сейчас с ребятами разговаривал, положительная тенденция идёт в плане создания моментов. В последних матчах сегодня прорвало, забили, к сожалению, в предыдущих играх не забили. Сказал, что, может, лучше бы в тех играх, хотя загад не бывает богат. Есть, что есть, то есть. Сегодня молодцы. Мы взяли мяч под контроль, контролировали, создавали моменты и, что приятно, реализовывали. На вас, кажется, всё-таки «Авангар» был сегодня так силён, или всё-таки соперник был слишком слаб? Вы знаете, я всегда смотрю за игрой своей команды. Прежде всего, и мне важно, как мы играем. Насколько силён или слаб соперник, для меня не важно. Игорь Александрович, как к целому сезон оцените? У нас ещё есть одна игра, так что все итоги подведём после заключительной игры в Липецке. Сейчас какие-то... Как-то оценить прошедший сезон ещё всё в эмоциях. Тяжело тут. Он разбит на два отрезка, на две части, и всё надо проанализировать будет после заключительной игры. Значит, чем было связано мастерство сзади? У нас травма, травма. Неизвестно, да? Пока неизвестно. Пройдёт обследование, будет какая-то ясность. Ещё вопрос. Ветеран Живангельского церкви. Вопрос вот такой. Берём. У тебя сейчас, к сожалению, такое положительное, или настроение немножко всё-таки не то, которое... Ну, вы знаете, всегда хотелось и хочется чего-то большего, и больше побед, больше красивых игр. К сожалению, в этой весенней части чемпионата много у нас было ошибок, и, к сожалению, мало побед. Так что будем работать в этом направлении и стремиться улучшать настроение, прежде всего, своих болельщиков, которым огромное спасибо за поддержку в домашних матчах и выездных. Ну, приходится, ну, да, чуть же, как сегодня, на нейтральном поле играть. Ну, что такое 200 болельщиков? Это всё зависит от нашей игры, вы знаете. Будем показывать хорошую игру, и болельщик придёт на стадион. Сегодня много удалось забить, но Антон Танких не забил. Как вы вообще оцениваете по сегодняшнему? Сегодня выше всяких похвал, он много мячей для команды сохранял, много из под него выбегали, и он свою функцию на футбольном поле выпал. Был настойчив. Николай Александрович, всё-таки что мешает команде показывать такой футбол, который показали сегодня? Была и борьба, и неплохой бас, и удары, и издали повороты. Ну, вы знаете, вот постоянно ведусь с футболистами разговор, мы немножко вот, ну, в начале вот этого, повторюсь, может быть, старта весеннего, закрепостились ребята, много разговаривал, начали какие-то неуверенные действия на футбольном поле, начали упрощать игру, начали бить, ну, к сожалению, с ними разговариваю, мы не над тем работали в учебно-тренировочных сборах, мы старались контролировать мяч. Здесь как-то всё зажались, упростились, и, ну, надеюсь, вот сегодняшняя победа даст какой-то эмоциональный толчок, и прибавим в этом компоненте. Всё-таки сильно вот то поражение от Томбова, когда выигрывали, вот этот пенальти дурацкий, сказалось на настроении? Ну, естественно, все живые люди, все хотят, футболисты, там, тренерский состав, все хотят побед, все хотят выиграть, и, ну, к сожалению, да, не смог на тот момент найти какие-то слова, чтобы переломить ситуацию, чтобы выправить, прежде всего, психологически, начали, вот, я сказал уже, ребят начали, ну, упрощать игру, бояться каких-то, каких-то действий своих, бояться, бояться ошибаться стали очень много, и следствие вот этого, ну, недобор очков, надеюсь, надеюсь, выправим эту ситуацию. Ну, у сезона потери будут в составе вообще? Вы знаете, сейчас разговариваю с футболистами, пока ещё неопределённость есть, после игры с Липецком станет более ясно, кто останется в команде, кто погибнет. Ещё вопрос? Спасибо.